Здравствуйте, дорогие друзья! У нас недельная глава Вайакель и такие слова «смотрите» Господь призвал именно Бецалеля, сына Ури, сына Хура и так далее. Никто не обращал внимания, почему слово «смотрите», вот для чего оно здесь? В Торе ведь лишних слов нет. Ну вот, например, Господь позвал Бецалеля. Я расскажу вам один материал, который я прочел. Непонятно, почему слово «смотри» вообще употребляется. Была одна история. Один еврей из Лондона собирался лететь в Америку на свадьбу своего близкого родственника. Свадьба должна была состояться, вдруг сильная боль в спине. Человек направили его в больницу на двухдневную терапию. Чуть-чуть помогло, и вот его навестил один очень почтенный человек, его друг, знаток Торы. Они сидели, разговаривали, он его спрашивает, скажите, вот я собираюсь ехать, там все в порядке. А гость говорит, если ты хочешь мой совет, я бы предложил тебе на день раньше вылететь, чтобы ты отдохнул там и уже прибыл как на свадьбу. Человек подсчитал этот совет очень хорошим, выписался из больницы в тот же день и был на пути уже в Америку, чтобы готовиться. И только перед свадьбой он узнал, от какого несчастья спасся. Потому что именно тот случай, когда самолет по Америкам, который он должен был лететь, разбился, и все пассажиры и экипаж погибли. Это лишь часть маленькой истории, которая не отвечает ни на один вопрос. Теперь начало этой истории пошло дальше. Что произошло? Вернулся он в Лондон, друг приехал к нему и рассказывал. В первые дни Второй мировой войны я прятался в квартире многоэтажного здания, насысты искали всех мужчин-евреев. В квартале напротив жила праведная очень женщина, муж, который уже давно забрали. Она приносила мне все необходимое, ее защищала. Вот эта заслуга ее, наверное, помогала мне и ей, и все. И говорит, никак. Она меня еще предупреждала. Один раз не успела, и вот ворвались немцы, бежали в дом. Она меня просто поставила практически за дверь, это было никакое не укрытие. Ворвались немцы, там начали искать. И один ей говорит, ты будешь расстрелянной, если у тебя-то вон там идут. Скажи честно, есть кто-то или нет? Она говорит, пожалуйста, смотрите, ничего нету. А человек с за дверью, он понимает, что у нее дети и все это. И она ему говорит, вы знаете, он развернулся и ушел. Вышли немцы и ушли. В дальнейшем, он говорит, я пережил очень много ужасов войны, но по милости небо уцелел и был счастлив узнать, что это праведная женщина, которая меня спасла, тоже пережила войну, затем создала новую семью. Так вот, друг мой, говорит он, эта женщина была твоей бабушкой. Понимаешь? Свыше так все устроили, чтобы я смог заплатить добром за добро, оказавшись в нужный момент посланником неба и спас жизнь ее внуку с помощью удачного совета. Из этой и других вот таких подобных историй, которых есть сотни, да, мы иногда не в силах понять события, которые разворачиваются перед нашими глазами. Одно мы понимаем, знаете, как странно, ты меня, Бог сказал, да Маше, великому Маше, он сказал, ты меня понять не можешь. Можно только сзади увидеть меня и понять. То есть, когда пройдут события, когда пройдут годы, можно иногда и то не всегда это ответить. И отсюда ответ на наш вопрос. Почему? Вначале смотри. Хур, это дед Бецалеля, в отсутствие Маше пытался остановить тех, кто пытались создать золотого тельца и был убит. В тот момент казалось, что ревнуя о Боге, он потерял абсолютно все. Самое большое поражение, которое может быть. Но вскоре стало ясно, что это не так. Родители с детьми, они соединены больше, чем мы думаем. И поэтому стало ясно, что в награду за ревность Бецалеля, вдук его, был призван и получил от Бога все, и он строил по святой мешкан и так далее. Поэтому Тора говорит, что смотрите, то есть обращайте внимание. Ведь если не привлечь к этому, например, специальное внимание, они заметили бы связь между этими событиями. Человек должен смотреть, что с ним происходит, всматриваться и тогда придет к правильным результатам. Брахавы от флаха.